What is the subject today? Джанада Махарадж come up for a long time. So he will share for sure. Джанада Махарадж спустя долгое время приехал наконец-таки, поэтому я попрошу его делиться тоже с нами. И спрашивает, какая тема сегодня? Verse 13, да, 13-й же, да, стих? Рада Раса Суданидхи, verse 13. Что Рада Раса Суданидхи, 13. Я не могу говорить Рада Раса Суданидхи. А кто будет читать для Груда? Maybe someone... Нет, ты переводить, а читать. А читать кто будет, ты же переводить будешь. Мы же обычно ищем, кто будет. Может быть, Джананда Махарадж почитает? Ну, сейчас, да. 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 Please, maybe someone can read for Gurudev, and we will translate to Russian. O Queen of Vrindavan, when Madhupati, Mohan, the rustic bee, holds your most cooling lotus feet, that are filled with the honey of nectarian lactase, when he holds them to his heart, he extinguishes the terrible fire of his desire. I take shelter of these feet. O царица Vrindavan, когда Madhupati, Krishna, Шмельрасика, держит твои наиболее охлаждающие лотосные стопы, наполненные медом нектарного вкуса любви, у своего сердца. Он гасит ужасное пламя своего желания. Я принимаю прибежище этих стоп. Комментарий Шрипада Страдает от разлуки со свами и смиренно молит. О свамени, cast your favorable glance on your lowly maid servant. Он молит, О свамени, брось свой благоприятный взгляд на свою скромную служанку. Кто-то может спросить, сострадание с вами не безгранично. Как же она может спокойно стоять, когда ее служанка так страдает? Ответ на этот вопрос такой. Человек должен испытывать разлук ради увеличения счастья союза. Шри Рупа Госвами teaches us. Шри Рупа Госвами читает нас. 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 И так Рупага с вами учит нас. Так же, как человек может удалить со своей одежды грязь с помощью щёлочи, и это делает цвет одежды более ярким даже. Подобно этому человек не может наслаждаться встречей, сначала не ощутив разлуки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В любви бывает встреча и разлука. Мы думаем, встреча – это так прекрасно. Но встреча есть внутренняя встреча и внешняя встреча. Например, иногда мы можем встретиться физически, внешне, но внутри у себя в глубине думать о другом чем-то, о другой личности или о чем-то другом. Поэтому можно сказать, что встреча, она может внешне выглядеть как встреча, но внутри себя мы в этот момент не встречаемся с человеком, потому что думаем о чем-то другом, а не о нем. В материальном мире можно привести такой пример, как жених и невеста до свадьбы, они живут отдельно и страдают. О том, почему мы не можем быть уже сейчас вместе. И потом, когда они поженились и они вместе, их счастье настолько сильным становится. И затем они, долгое время проживая вместе, чувствуют, что эта эйфория любви у них сходит на нет постепенно. Например, вы знаете, Кришна лил в Двараке. Кришна там взял в жены 16 108 жен. И каждой жене он подарил 10 сыновей и одну дочь. Короче говоря, у Кришны по 10 детей от каждой жены. И представьте, что 10 детей и одна жена. Редактор с мужем, которыйубк... Кришна лил в Двубке. Кришна лил в Двубке. Ну их головной жены. Смиро. Редактор с мужем. И вида. Итак, до свадьбы женщина сконцентрирована только на одном человеке, на будущем муже своем. Потом, после свадьбы, у них рождаются 10 детей, и ее внимание уже поделено на 11 личностей. Но внимание Гопи направлено только к одной личности Кришне. Они совершенно однонаправлены. Итак, жены Кришны в Двараке, у них очень много любви к Нему, но эта любовь поделена на детей. Но у Гопи во Вриндаване любовь намного концентрированнее. Также Гопи не могут Кришну постоянно видеть, когда бы они не захотели, потому что у них есть свои семьи, мужья. Таким образом, благодаря этой разлуке, желание Гопи встретиться с Кришной все время возрастает, усиливается. И так можно сказать, что разлука, она очень нужна, она очень помогает, она усиливает наше счастье во время встреч. Итак, посмотрите, разлука делает нас внутренне связанным с данным человеком, с тем, с кем мы в разлуке любим. Хотя внешне мы не в союзе с ним, но внутренне мы связаны. Внутренне у нас встреча с ним происходит во время разлуки. Итак, когда встреча внешне происходит, нельзя с уверенностью сказать, что это настоящая встреча. Потому что мы не знаем, с нами ли этот человек в своем сердце сейчас или нет. Но разлука, когда мы думаем об этом человеке, это настоящая встреча с ним, союз с ним настоящий. Итак, сейчас мы физически находимся во Вриндаване. И можно привести, значит, мы физически во Вриндаване. И если мы, находясь во Вриндаване, будем думать о своем доме, о Японии, еще о какой-то стране, то можно сказать, что мы внутренне мы не находимся во Вриндаване, а только внешне. Так, если мы, находясь во Вриндаване, постоянно будем думать о чем-то другом. То что тогда произойдет? Ведь наше сознание зависит от того, в какое следующее тело мы попадем. Так можно привести пример, если я, так сложилось, что я живу в Англии, в России, в Японии, где угодно, но я постоянно живу. Думаю о Вриндаване, то куда меня приведет мое сознание? Конечно же, находиться во Вриндаване – это супер. Я ничего не говорю. Но моя реализация такая, что намного важнее, какое у нас сознание, чем где мы находимся. Иногда Гурадев рассказывал нам о своей бабушке. Его бабушка долгое время прожила во Вриндаване. Отец Гурадева, он был в Мунгере, жил вне Вриндавана. Его отец заболел однажды. И бабушка тогда решила уехать из Вриндавана к своему сыну, чтобы за ним ухаживать. Многие саду спрашивали, как же так, что ты оставляешь Вриндаван? Ведь многие люди, они умереть готовы лишь бы приехать и жить во Вриндаване. А бабушка Гурадева, она уехала из Вриндавана. Многие саду удивляются, почему же ты покидаешь Вриндаван? А бабушка Гурадева ответила саду этим. Многие саду спрашивали, что если я ухаживаю Вриндаван, то я начинаю думать о моем сыне. Многие саду спрашивали, что я всегда думал о моем сыне. Я не слышал, Джананда Махарач, я не слышал. И бабушка ответила, что представьте себе, я могу остаться во Вриндаване, но я постоянно в своем сознании. Буду вместе со своим сыном о нем думать постоянно. Но если я поеду к своему сыну ухаживать за ним, я буду постоянно думать о Вриндаване. Таким образом, наше сознание должно быть таким же, как сознание бабушки Гурадева. Что это значит, что даже живя в России, в Англии, в Японии, где угодно, мы должны постоянно думать о Вриндаване, о Радамохане. И если мы приезжаем во Вриндаване, то мы также должны постоянно думать о Вриндаване, о Радамохане и ни о чем другом. Очень интересно. Шринивас Ачария очень интересно объяснил настроение шести Госвами в одной из своих книг. Объясняется, что Госвами находится в настроении разлуки с Радамоханом. Настроение Госвами было таково, где моя Радарани, где мне ее найти? Госвами не скажет, что я всегда вижу Радамохан, я всегда с Радамоханом. Не было такого. Радамоханом. 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 это народ он сказал тоже выражал это настроение то есть когда мы повторяем гауранга у нас слезы должны течь из глаз с таким настроением должны повторять что когда же я встречусь с радикой когда же я встречусь с Радомоханом когда же я встречусь с Нитаем и такое воспевание является Рага Бхаджаном то есть внутренне когда мы связываемся с радомоханом у нас развивается такое сильное желание такая жажда появляется которая нас она нас приведет к конечной цели в конце концов и многие бахты являются вайди бахтами они действуют внешне своим телом но проблема в вайди бахте в том что они действуют внешне но внутренне они не не соединяются и с духовным и таким образом их сознание постоянно плавает духовное материальное духовное материальное поэтому наставление Гуру Дева для нас таково что мы должны всегда помнить о своем духовном теле постоянно быть связь с ним иметь 24 на 7 практиковать это настроение так право пада в одной но в своих книгах тоже говорил что если мы любим кого-то если жена любит кого-то другого кроме своего мужа так право в наш канал пусть естественно ną нaurus это п PRO moved мая ешь д Итак, если жена любит кого-то другого, кроме своего мужа, тогда ей даётся такой совет – внешне вести себя безукоризненно, чтобы её муж и родственники ничего не заподозрили. Итак, такая жена внешне ведёт себя безукоризненно, а внутри себя она думает о другом человеке. И к такому настроению мы можем научиться от нашего Гуру Дева. И union and separation, honestly, this Mahaprabhu teaching us how to do Raghavajan. Разлука, встреча, вестину, читание Махапрабху учит нас, как практиковать, но я забыла, how to practice what, Maharaj, Raghavajan? Raghavajan, or like Bipuram Baba, in Bipuram Baba. Love and separation in that mood. Итак, вестину, читание Махапрабху учит нас, как практиковать Raghavajan, то есть любовь, разлуки, как практиковать. And Mahaprabhu teaches, honestly, two moods. И Махапрабху, он учит нас двум настроениям. Why is Mahaprabhu is Raghavajan, so Mahaprabhu is mood of Raghavajan. So Mahaprabhu teaches how to love Krishna in the mood of Raghavajan. Так, почему Махапрабhu дает Raghavajan? Он находится в настроении радики и учит нас, как служить Krishna в настроении радики. Also, Radha Baba reflects in Manjari. И Radha Baba также проявляется как Manjari. So, Manjari Baba is one sense more greater than any Baba, including Sakhi Baba. И с одной стороны, можно сказать, что Manjari Baba, она намного более возвышенна, чем остальные Baba, чем Sakhi Baba. So, Mahaprabhu also teaches Radha Baba also teaches Manjari Baba. Итак, Махапрабhu учит нас и Radha Baba, и Manjari Baba. But that Manjari Baba, Mahaprabhu, externally did not mention so much. Or in Chaitan Chaitan, Krishna's Kabbalah Goswami does not mention so much. So, that's because Mahaprabhu is the mood of Radha Rani. So, he cannot teach us deeply. So, therefore, Mahaprabhu will give mission to Rupa Goswami and other Goswami. So, therefore, Mahaprabhu will give mission to Rupa Goswami and other Goswami. Especially Sanatana Goswami, Rupa Goswami and Raghunath Goswami. Он на них больше всего возлагает эту ответственность. So, they teach us Sambandha, Abideya, Prayojana. These Goswami учат нас Sambandha, Abideya, Prayojana. Sometimes we are thinking, Sambandha is, we are spiritual souls. And sometimes we are thinking, Sambandha is, we are spiritual souls. But more deep meaning of Sambandha, which Our Goswami teaches. Но есть более глубокое значение самбанды, и это нам открывают наши госвами. Ой, забыла. Самбанды нам дают знание, что самбанды это что-то с манджари связано. Итак, Махарадж дальше говорит, что самбанда это, то есть какие отношения у нас связывают с Верховным. Самбанды это отношения. Иногда мы можем думать, что я слуга Кришны, и это тоже отношения такие у нас. И можно сказать, что это Дасьяраса, то есть мы слуги Кришны просто. И Вайди Бакта думает, что это правильно, так и должно быть, это Дасьяраса. Но наша линия, Рупануга, Нитай, учат нас Рададаси. Итак, госвами наши, они нас учат, как совершать баджан, как служанка Радарани. И в таком настроении служанки Радарани тоже любовь, наша любовь, это любовь в разлуке. И если наше желание усиливается, тогда мы можем больше реализации получить о своем духовном деле Сварупи. 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 Вы?" Сварупи. Сварупи. Я смотрю, сомнение. Сварупи. Горь. Сварупи. Наталья. Наталья. Да. Да. Не только так. Госвами также говорят, что экстасия от separации больше к экстасии от встречи. Госвами также говорят, что экстас разлуки возвышеннее экстаса встречи. Госвами говорят, что экстасия от separации выше к экстасии от встречи. И это почему есть так много экспериментов в священном периоде экстаса разлуки возвышеннее экстаса встречи. И поэтому так много экстаса разлуки в чистых сердцах, чистых и сладких играх врача. Все гопи обладают махабхавой, поэтому они постоянно ощущают разлуку с Кришной, даже когда они на самом деле находятся в Его присутствии. Это называется према-вайчитья. Даже великие святые считают себя благословленными, когда они могут быть свидетелями любви и гопи в разлуке. Гуру-дефа говорится, что это союз во время разлуки может испытывается только во вриндаване, поэтому он такой сладкий там. И гопи обитам махабхава потому что гопи это парень Радига. Ассоциация тоже делает это понимание. Гопи не Радига. Экспенция Радига. Радига 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 Строго и Я мало что уловила, то, что называется Гэндомолкия не может, если она здесь, то, что уловила, это почему гопи все имеют Махабхаву к Кришне, потому что они являются экспансией Радики. Ну все, все. Для нас самое важное это чувство, когда мы приедем во Вриндаван, мы должны включить свои чувства и тогда мы по-настоящему будем во Вриндаване. the gift of Mahaprabhu, of the Siddha Deva, so beautiful, because wherever you go, you can live in that feeling. И Синдхазeха есть его и филизинг Боди. Его не существует, как филизинг. Это не может быть, что если филизинг не было бы филизингом, то не будет из-за филизинг, I didn't understand that. I will explain them when I get the recording of lecture. It's okay. Don't worry. I will translate for them later. The meaning is a feeling body. The spiritual body is a simple and the Siddhadeha cannot come without feeling. I forgot. Sorry. Siddhadeha is a body made from feelings. It is a body made from feelings and is built from them, from spiritual feelings. We have to use our mind and feeling body. So we are in Siddhadeha and Siddhadeha both we are using. to use our mind, we are in Siddhadeha. you are in Siddhadeha and you have to do good and bad with that you have to take your son. I didn't hear, Gurudev, the voices. With that you have to take your son. And most the result is suffering. But we are creating more net, what is spider net to move in that net. And we cannot come out from that. So we have no feelings. they kill the feelings and the false ego start dancing on our head. And they say not feeling is all our yoga. You are doing that is the right thing. And then we just kill our feelings. Our feelings go to the net and this ego starts to piss on our heads. And it dictates and says, look, the feelings are all just sentimentalism and nonsense. They don't have any kind of I don't know what is the nature of us. The nature of us. The nature of us. of us. The nature of us. of us. The nature of us. The nature of us. For us. So when the Aasura started wiping on my head and they are bringing him to their your mind. Вчера на японском классе мы читали стих, где описывалось, что Кришна враг Агасуры. Агасура это тоже демон, змей, который олицетворяет ложное эго, которое садится нам на голову, начинает танцевать. и и духовные вещи это чувство. И духовные вещи — это чувства, и вы можете сами видеть, как люди, лишённые чувств, они страдают. На Западе Гопинат говорит, на Западе все говорят, да не будь ты таким сентименталистом, не ценят это. Во Вриндаване мы наоборот говорим, становись более чувствительным. Если вы увеличите свои чувства, пройдут все ваши болезни. Мы болеем, потому что мы не живём в наших чувствах. Можете сами проверить. Те, кто не живут под чувством, они больны, они часто болеют. Потому что это не норма, это ненормально жить без чувств. И нужно увеличивать чувства, находясь в кругу единомышленников. Подобно грубому телу, у нас есть вот это тело, состоящее из чувств. А, не-не-не, это есть грубое тело, это тонкое тело. Городев говорит про материальное наше тонкое тело. Прана-коши. Что такое коша? Что такое коша? Что такое коша? Что такое коша? Коша означает тело. Ана-май-коши – это грубое тело. Прана-май-коши – это тонкое тело. Когда вы видите сновидение, это действие вот этой прана-май-коши – тонкого тела. Мама-май-коши. Не помню точно этот термин. Так много тел у нас есть, смотрите. Ана-май-коши – это ананда-май-коши. Эта ананда-май-коша дает все время счастье. Это коша для чувствовать тело. Когда чувствовать тело увеличивается, оно становится стабильным. И у нас есть третье тело – это ананда-май-коша. Это наша сварупа, состоящая только из чувств. И эта ананда-май-коша дает постоянное ощущение счастья. Смотрите, вы приехали кто на неделю, кто на месяц. Из-за чего вы приехали только для того, чтобы развить, увеличить свою ананда-май-коши – духовное тело напитать? Смотрите, вы приехали. Смотрите. Что это такое? By sleeping, by eating, by walking. What are you doing? Nothing you do. You're listening. You also listen there. So what are you searching for? Why you put so much money to come? To find a hope and living in Anandamagosha for some moment. I want to be in living in Phoenix. Смотрите, вы приехали, вы делаете все то же самое, что делали у себя. Вы ходите, едите, спите, слушаете. Но здесь все по-другому. То есть здесь вы все это делаете для того, чтобы напитать вашу Anandamagosha, ваше духовное тело. И ради этого вы потратили все эти большие деньги и усилия для того, чтобы приехать в Абриндаван так далеко. Как действует Anandamagosha? Она действует таким образом, что она всегда активна, но вы никогда не будете уставать. This body becomes tired now. Anandamay body grows, so it becomes tired now. Your Anandamay body is never tired. Это грубое тело устает, но духовное тело никогда не устает. Что такое усталость? Все что-то, все остальное. Абриндаван. Абриндаван. А как мы можем проверить, как мы можем проверить, развивается ли наша Ананда Майкоша, наше духовное тело или нет. По всеувеличивающемуся смирению, по нашей доброте, мы можем понять, это как наш термометр, если увеличивается смирение, такое любящее настроение, терпение, то значит мы идём верным путём. То есть это как термометр действует, который показывает нам, где... что такое Ананда? Что такое Ананда? Когда встречаются чувства и встречается вкус, тогда случается это Ананда. Как вы это называете? Нектар. Мы даем этому чувству и имя. Радха. Радху... 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 Чувства мы называем, даем им имя Радха, а вкусу имя Кришна, и когда они встречаются, появляется этот сок, этот нектар от их встречи, это Ананда. И это они тоже возьмут, и кто рядом с ними, они могут возьмут, и они дистрибуют его после того, это это. И кто вкушает этот нектар? Они сами вкушают, и те, кто рядом с ними, самые близкие, Божественные Четы, тоже вкушают этот нектар и раздают его всем. Что это, что это, которые вкушают, они являются лучшим человеком. Городев, кто уже уже вкушает, кто уже вкушает, как Раса Гула, кто уже вкушает, кто вкушает, что вкушает, что вкушает, что вкушает. Городев говорит, с кем нужно общаться, чьей нужно искать компании, того, кто думает о том, как развивать свои духовные чувства, кто идет к этому. А я говорю, ну, с тем, кто уже обладает этой расой, да, намекая на Городева, как Раса Гула, такой сладкий, уже наполненный этой расой. Городев говорит, что это самое важное, искать таких личностей, которые стремятся к этому или уже имеют это. И они удачливы, а те, кто неудачливы, они не видят в этом, не видят в этом, как сказать, потребности, да, ну, unfortunately, такие неудачливые люди. Читай дальше. Так, у меня книга. Дальше читай. Когда Махачай пришел во Врач, он сказал Врача-Деви, «Вирахена-Махабхага-Махан-Лену-Кра-Дхакрита, «You have shown great mercy on me by exhibiting your ecstatic love in separation. Он сказал, о, великие, удачливые девушки, вы пролили на меня милость, показав мне вашу любовь в разлуке». Это будет немного времени, но хорошая история. У Дави был очень близкий друг из Христиан. Я хочу рассказать небольшую историю. Кто такой Удава? Он очень близкий друг Кришна. Он также выглядит, как Кришна. Он одержит, как Кришна. И все плоти Кришны одержит от дистанции. Кто-то может видеть, что он Кришна, как Кришна. Он смотрит, спит в同ом доме, ходит и движет, как Кришна. Он очень близкий друг Кришна. Удава является очень близким другом Кришны. У него цвет тела такой же. Он носит одежды, Кришна. Он даже двигается так же. Они, как друзья, всегда рядом. И даже иногда спят на одном ложе. И если увидеть Удаву издалека, то можно принять его за Кришну, потому что он выглядит абсолютно так же. Он великий философ. Он сын Брихаспати. Являясь другом Кришны, он знал, был знатоком всех-всех писаний, знатоком шастры и религиозных книг. И он сказал, что вы мои лучшие друзья. Даже иногда они ели в одном месте. И они знают, что вы лучше, чем кто-то. Они были настолько близкими друзьями, что ели из одной тарелки. То есть, если вы говорите, The knowledgeable person go and learn from the village girl is too offensive for him. Right? So he say, Udhav, you are my best friend. They are very uneducated village girls. Can you go and teach them? My mother is very old, no education. They are taking only the animals, caring and this, that. But you can help them and teach them that I have a supreme law. I am a creator of all in words. I am a I have no form. I have nothing. Why they have so much attachment for me and why they love me. I have no form. And смотрите, смотрите, что Кришна сделал. Это было бы оскорблением сказать такому великому пандиту, иди и поучись у деревенских девушек. Поэтому Кришна пошёл на такой шаг. Он наоборот сказал, что смотри, поезжай, пожалуйста, во Враж, потому что там и передай знания не совсем образованным жителям в Раджа, девушкам, моим родителям. Расскажи им, что я Всевышний Господь, что я источник всего, что я бесформенный, что я всепроникающий. Дай им это знание. You know that I'm a God. I'm a creator of all the universe. You know everything and you know my literature also. So, and I was convinced so many times. I want to convince them, but they are not ready to accept this, that I'm a God. I'm very tired with this. Why not believe that I'm a God? He said, you know that I'm the Lord and the Lord and the Lord of all. Give them this знание, because I never can't convince them that I'm a God. I've tried to do it many times, but they didn't want to it to accept. First, my friends, second, my mother, third, my lovers, young girls. They all love me, like Ahmisa and the husband. What I can do, I cannot. I am a God. I cannot help anyone. I am not one place, I am many places. Please try to teach them philosophy and all knowledge, that they believe me, that I am a God. and Krišna said, go to first to my friends, then to parents, then to young girls, to my love, and tell them that I'm God. Расскажи им об этом, что я всепроникающий и нахожусь везде. Удово сказал, для меня это ничего не будет стоить, подумал он, ведь я общался с такими возвышенными учеными, поэтому убедить и научить деревенских пастухов и молоденьких девушек в Радже мне не составит никакого труда, поэтому он быстро начал собираться. Расскажи везде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что значит принять прибежище? Субтитры создавал DimaTorzok Культивировать чувства и жить в чувствах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чувства — это путь Рададаси Старайтесь чувствовать каждое мгновение Не надо разделять духовное, материальное Чувствуйте каждого, потому что каждый — это частичка Господа Частичка И чувствуйте, будьте чувствительными по отношению к каждому И терпение, умение терпеть — это тоже проявление чувств И культивируйте это также Итак, это не ettурoming, учения в Америке В Nan Eden Субтитры создавал ДimaTorzok Субтитры создавал ДimaTorzok Субтитры создавал Диму Тольверси 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 К不對 И терпение — это проверка от Радики для нас. То есть она может прислать к нам человека, который будет к нам очень враждебно настроен, будет пытаться с нами сражаться. И тем самым Радика говорит, ну я хочу проверить, посмотреть, насколько ты терпелива, насколько ты можешь принять. И нам нужно говорить «да», «да», и принимать, и терпеть, и находиться в этих чувствах. Если научитесь терпеть, ваши чувства будут принимать, принимать, терпеть, и тогда ваши чувства будут увеличиваться. Если научитесь терпеть, то все демоны ваши уйдут, ваше эго. Если будете терпеливыми, и ваше ложное эго оставить у вас. Эго — это большой демон. Что такое ага? Это очень огромная форма, то, что не имеет границ. Это вот наше эго такое тоже. Но басура в нем. Ага – это нетак, но ага-басура, ага-шура, это мой форма. и мы можем прогнать этого Агасуру, это эго только своими чувствами любви, смирения, принятия, терпения, потому что драться с демонами – это задача Кришны, но не Радики. Такие вещи, говорит Горудаев, что вы, когда будете смотреть на каждого с любовью, вы сможете увидеть живое существо, а не тело. А ваш этот Агасура, эго, будет говорить – нет, смотри на тело, а не на душу, не на живое существо. Сражайся с этим телом. Оно другое, оно там враждебное. Агасура, эго, эго, плакать, он не наиболее, я буду продолжать себя. Я буду делать что-то, я буду боролись с каждого с людьми, без-мон, 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 Это Тагасура будет говорить Смотри, какие они плохие Сражайся с ними, они неправильные Но чувство любви, оно внутри будет говорить Нет, смотри на себя Посмотри, насколько ты неправильный Улучшай себя И оставайся в этом настроении любви Принятие и милосердие И тогда ни с кем не надо будет бороться Потому что путь любви — это не путь насилия С насилием любовь несовместима Мы не любим себя по-настоящему Мы не любим себя по-настоящему Когда мы полюбим себя по-настоящему, мы увидим души также в других И тогда будет возможно И тогда будет возможным полюбить своего, не своего соседа Другого, как себя Как в христианских сказанных писаниях Потому что ты узнаешь, кто ты на самом деле Своей души Будешь видеть её в других И Бурда так долго говорит, что я тоже всё забываю Любовь без чувств — это не любовь, это просто удовлетворение своих материальных чувств Любовь без чувств В тот момент, когда вы увидите всех, все, все. То есть, он говорит, я даже не хочу об этом говорить, потому что это даже любовью назвать нельзя. Что настоящая любовь – это нечто другое. That is the meaning of knowledge. What is the meaning of that knowledge, when it comes and moves down to the love? That knowledge of Tudava becomes fear that suppression of love. You are somehow in God in this, so you will remain. Смотрите, как знание преклоняется перед любовью. Это Тудова, который был воплощенным знанием. Вот он пришёл к ГОПе и поклонился им, и признал, что они наивысшие. Здесь содержится такой намёк, о чём нужно подумать. Спасибо за er NEW 있어요. На этом проекте. Я curves в ресторан. Да? Потому что сегодня вы идете, поэтому вы привезете что-то, вы будете реально приятны с вашими ощущениями. Реальность, реальность, это не ощущение, реальность. Потому что вы не понимаете, это нестабильное, вы не можете чувствовать. Материалов не может чувствовать, но человечество, тему можно чувствовать, можно чувствовать, я могу чувствовать, т.е. и т.е. живот и животные могут чувствовать, потому что они имеют Стрелях и Бог, которые призывают и Кваде и Кваде и могут чувствовать, Те, кто сегодня уезжают, пожалуйста, заберите с собой сокровища этих духовных чувств, потому что только это важно. Смотрите, как любое живое существо в этом мире, оно понимает чувства, оно понимает любовь и кошки, и собаки, и растения. Если дерево удобрять и поливать, оно дарит вас большим количеством цветов, потому что оно почувствует вашу любовь, если вы особенно будете ему еще говорить об этом. И что это в нашей жизни? Ага-сура. Ага, ага. В какой способ он будет в интернете, он не знает. И наша проблема — это ага. Ага — это эго ложное, да, это змея, которая бесконечная, непонятно, с какого она заползет края, потому что ага означает то, что не имеет границ. Для чего Кришна создал это эго, да? Эту ага-суру. Это демона эго для того, чтобы живые существа в телах людей снова становились растениями и животными, чтобы циркулировали обратно, деградировали. Родев, I'm listening to you now, and my эго tells me, you need me, you need me because I'm defending you. If I go, everybody will humiliate you, and you will, and I'm like defending you, something like that. You're right. You want to be table, glass, plate, then no problem, because you will never generate the feelings. It's not the Pagasura. Pagasura. You will never, rather could you come to me. Very nice, beautiful. Yeah. Ты никогда не чувствуешь себя, если бы ты не чувствуешь себя, если бы ты не чувствуешь себя. Выбор всегда за нами, быть такими бесчувственными, как стол или кружка, материальные предметы, которые не имеют чувств. Или выбирать жизнь в чувствах. Дальше, может быть, он скажет, потому что очень тихо, и я с трудом разбираю слова его. Yes, Gurudev, please. Can you answer? Please, can you repeat? Because your voice is very low, and I can hardly hear the answer. The question, Gurudev, the question was like, Radha Priya's ego is saying that I'm protecting you, because when I go, everyone will humiliate you. So I'm there for protection, ego is saying. Yeah, so tolerance is important. Ego has, ego wants never to leave, old friend. But the long story, if you want to be tolerant, you cannot disturb it. If you are kind to others, you are not disturbed. You know yourself that you are a soul. It will never disturb you. But if you want to identify your beautiful performance, then it will disturb you. Like, I'm a very beautiful person. I'm this, I'm that. I'm a guru. It will catch you. Even the guru also. Agha should catch you. So, I don't know. But, Gurudev, who's saying? Can I make some comments? Yes, yes. Can I, please, can I translate first? Sorry. Gurudev ответил на вопрос Radha Priya, что... Он сказал, что если мы будем знать твёрдо, кто мы есть, да, свою суть, да, свою духовную суть, то нас никто никогда не сможет побеспокоить и как-то унизить, да, как-то наши, ну, задеять наши чувства, потому что у нас истинные чувства есть и вообще есть чувства, да, развитые. Но если мы себя отождествляем, да, что я такой, я такой, я там красивая, я умный, я там гуру, то даже, то тогда чувства будут задеты, тогда будет вот это беспокойство от других, что даже гуру, которые учат, они тоже, бывает, попадают во власть этой агасуры, этой эго-змине. И дальше комментарии от Джейнанда Махараджа. Yes, please. So, it seems, I have, if for ourselves we have to be tolerant, if somebody criticizes us, we have to be tolerant, like free. But if Kuriti says... Я хочу сказать, что для себя мы должны... Sorry, can you parts, I will translate in parts, not to forget everything you will say. Джейнанда Махарадж говорит, что для себя мы должны терпеть. Если нас оскорбляют, если там с нами как-то обходятся, для себя мы должны быть терпеливыми и развивать это чувство, то есть умение терпеть и принимать. So, again, for ourselves we have to be very tolerant. А когда ничего не было, тогда чего не было? Что, когда я начал? Когда людей не было, только одного человека, тогда уже ничего не было. Sorry, no sound. Sorry, no sound, I cannot hear anything. Радоприя, ты слышишь? Если слышишь, можешь перевести ему что-то у меня? У тебя на заднем фоне разговаривают, и они молчат, насколько я поняла. Господи, сейчас... Да. Initially,истذешь не понравилось. cartoon-то, да. Ты херь, ты слышишь? Что такое? Я сейчас. Я 쪽-то hiding. Всё, спасибо. Мы должны понимать, что если мы критиками, или если мы, как мы, то мы должны быть очень толеренными. Это природа Байшнава. Но если мы критиками Род, критиками Гурдев, мы должны быть толеренными. Мы должны быть защитными. Мы должны быть глупыми. Для нас, если кто-то критиками меня, я должны быть толеренными. Но если кто-то критиками Род, я не буду толеренными. Я стал мокру. Otherwise, I'd better die. Because if we hear criticism of Radha Mohan or Gurudev, then that means we accept that criticism. It's not the correct behavior for our behavior as Bajinara. For ourself, we have to be very tolerant. But we cannot tolerate criticism of Radha Mohan or Gurudev or Guranga Mahaprabhu. We cannot tolerate. So that's what I want to say. So that's what I wanted to say. Radha Radha. May I make a comment to Gurudev? Comment. I'm sorry. Good morning, everyone. Good morning. The very first time I met Gurudev, it was in Oslo with Gopika and Gopinath. And I asked him a question just like Radha Priya's. At the time, I was thinking a lot about security and about why we're afraid, what things are dangerous to us. And I asked to Gurudev, why do people feel insecure? And he answered me very simply, it's because we hold on to the ego. And he answered very simply, they don't feel safe because they are completely holding on to the ego. So to Radha Priya I say, it's not that the ego can protect us from insults from others, but rather we are insulted by others because we have an ego. And Radha Priya, I would like to say, it's not that the ego can protect us from insults from others, but we are insulted by ourselves, because we are still holding on to the ego. Radha Radha. Thank you, Vodava Prabhu. I think it's all for us. I think it's common, I think it's common question for all of us. It's not only Radha Priya's question. Спасибо, что задала хороший вопрос. Спасибо. 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 Продолжение следует...